Центр открыла гильдия мастеров декоративно-прикладного искусства и рады этому до невозможности. Во-первых, мастера получили место обмена опытом. Во-вторых, во всем городе Пэ у мастеров нету своего магазина, а сувенирные лавочки по доброте своей облагают продукцию мастеров 40-процентным налогом. Вот отчего произведения мастеров иной раз грешат завышенной ценой. Ремесленники намерены стать ближе к народу, разработав систему цены продаж, минуя посредников. Также это музей. Его мастера самолично пускались в этнографические экспедиции, выкупая экспонаты. Но в отличие от музея, здесь живые персонажи. Станки прошлого века действующие и приспособленные для сегодняшней работы. Все мастера не только детально освоили технологию, но знают историю распространения своего ремесла. Кружево у нас на севере распространялось из Европы. И начиная с 15 века кружевоплетением здесь занимались много, как говорится, творчески, очень интересно. Представляются ремесла русского севера. Кружевоплетение, ткачество, вышивка, плетение из бересты, роспись, керамика. Рукоделью здесь учились у старых мастеров в карельских селах. Всероссийски известная ткачиха Светлана Башева, которая выткала за 15 лет ни много ни мало, а полтора километра дорожек, уверена, что дело ее вечно. Ведь в машинных вещах, сошедших с конвейера, по ее мнению, абсолютно нет души. Когда что-то сделано своими руками, она и к душе-то прикипит, как говорится. А то, что вложены деньги, это даже как-то не столь интересно работать.